153 кронштадтских выпускника попрощались со школой. Трогательный праздник в 422 школе школьники отметили юмористической сценкой. В мыслях выпускники уже отдыхают на Персидском заливе. А пока экзамен не сдан, друзья советуют выпускникам подготовиться к главному школьному испытанию. Нужно перевести телефоны в экзаменационный режим, вооружиться справочным материалом, черными ручками, а также денежной единицей в размере 5 копеек, спрятанных под левую пятку. Школьные приметы, конечно, хорошо, но это не спасет, если ЕГЭ проспать, говорят педагоги. А тем более, что старшеклассников уже не раз ловили за опоздание на урок. Мы приходим очень поздно. Сначала у нас сидят несколько человек, это последние полгода, а потом потихонечку, причем мальчики, а все выше меня. Здравствуйте. Мы ничего, мы опоздали. Ну что ты тут уже скажешь? Конечно, ругалась. В день последнего звонка себя ругала выпускница Аня за то, что умудрилась незадолго до праздника сломать ногу. В глазах и слезы радости, ведь впереди студенческая пора и слезы печали. Обидно, что в вальсе так и не закружилась. Вообще сказала, что я буду танцевать, но мне каких-то не сняли. Ну, грустно было. С праздником выпускников поздравила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Гостя подметила, что 422-я школа считается лучшей не только в Кронштадте. Она входит в сотню самых престижных школ Петербурга. Единый госэкзамен ученики всегда сдают успешно. У нас очень хорошо сдают ребята русский язык. В прошлом году средний по школе был 79, а от 80 баллов начинается пятерка. Математика профиль 56 баллов. Это очень высокие, хорошие баллы. Хорошо ребята сдают информатику. Это обычно за 80 средний балл. Поэтому я уверена, что и с этим выпуском у нас все будет в порядке. Насколько хорошо подготовились к ЕГЭ, школьники покажут уже 31 мая. Выпускники сдадут математику, а 9 июня экзамен по русскому языку.